Слава Богу, дорогие друзья, я вас поздравляю с уже наступающим праздником великого Рождества Христова. Хотел сказать воскресенье, Рождества Христова. Знаете, я сегодня несколько человек спросил, говорю, что такое Рождество? Мне говорят, ну, рождение Сына Божьего. А я говорю, а как мог Божий Сын родиться на земле? Ну, так, сказал Бог и сделал. Я говорю, как всемогущий, фон идет, убери мониторы, пожалуйста. Миша, все мониторы, убери сзади эти верхние колонки. Я говорю, а как мог Пресвятой Бог, который обитает и живет на небе, который Пресвятой и обитает в неприступном свете, ну, послать своего Сына Единородного, Святого, который один у Него, и родится на грешной земле от грешного человека? Мне говорят некоторые, ну, она была святая Мария и безгрешная. Я говорю, правда была безгрешная? Ну, да. А я говорю, а как Писание говорит, что в Адаме все согрешили, все согрешили, все лишены славы Божьей. Как она могла быть безгрешной и святой, полностью не знаем. Конечно же, мы до конца не знаем, что это значит. Как мог Святой Бог, который обитал на небесах, прийти и вселиться в человека, родиться от человека и жить как человек? 33,5 года распили его, и он воскрес на третий день и вознесся. Вообще, как это возможно? Об этом мы немножко поговорим сегодня. Я хотел бы прочитать вот немножко из Луки 2 главы. Откроем Луки 2 глава и 25 стихи ниже. Луки 2,25. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И он пришел, и пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законы и обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром. Ибо видели очи Мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Интересно, что этот человек Симеон получил от Бога откровение или слово, что он не умрет, пока не увидит Христа. Один был он такой или нет, мы не знаем, но он был одним из таких людей, который действительно получил откровение, получил слово. И он ожидал. Вот пришел по вдохновению в храм и увидел Иисуса, младенца. Как он мог распознать в нем, что это действительно Сын Божий. Это тот Мессия, который обещан Израилю, потому что он говорит, «Славу народа Твоего, Израиля». Как он мог распознать, мы не знаем. Но видно по внутреннему состоянию своего сердца, он понял, это он, он дождался. И он взял его на руки и благословил его. И сказал, ныне благословляешь, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба Твоего, владыка, с миром по слову Твоему. И дальше тут сказано, Иосиф же и матерь его, матерь Иисуса, явились сказанному о нем. Знаете, когда Иисус родился на земле, он разделил время как бы на две части. Просто сказать, до Христа и после Христа. Разделилось все существование человечества на две части. До Христа и после Христа. До Христа существовал закон, до Христа действовал закон Моисея над Израилем, действовали заповеди, были ритуалы, были приношения, были храмовые служения, и все стекались в Иерусалим. Было служение Ветхого Завета в Иерусалиме. После Христа, после вознесения Христа, все это ушло на второй план. Пришла благодать Божия, пришло спасение. Он сказал, видели, очи мои, спасение твое. Здесь сказал Симеон Богу. Спасение твое. Пришло спасение. Пришла, открылась дверь в небо. Открылась вход в Царство Божье уже. Потому что Ветхий Завет, он обещал только благоземные на земле. Ты будешь жить, процветать, ты будешь благословенный у Бога, ты будешь жить законом здесь на земле, сколько тебе Бог позволит, ты будешь благословен, но только здесь на земле. Входа в небеса не было. Входа в вечную жизнь люди не знали. Пророки чаяли, они предсказывали, но они не знали, что эта благодать назначена. Апостол Петр говорит нам, или вам, он говорит, пишет, тем, которым он писал послание, однозначенной вам благодати. Пришла благодать, пришло спасение, пришла возможность веровать во Христа, в Сына Божье и получить спасение даром. Веровать и получить спасение даром. Вот это вот две эпохи разделились. До Христа и после Христа. Потому что Библия говорит, что Христос есть конец закона. Римлянам 10.14 И к праведности всякому верующему. К праведности всякому верующему. Но я хотел бы и другую сторону подметить, что закон не прекратил свое действие. Потому что Библия говорит, апостол Павел говорит Тимофею, 1 Тимофея 1.9.10, что закон положен закон положен не для праведника. Он перечисляет, для каких людей там закон положен и действует. И люди будут судимы по закону Божьему. Неверующие. Для всех этих людей вы можете увидеть на экране. Вот положен закон, потому что Бог сказал, что вообще закон, он заключен в одном слове. То есть закон, который будет судить человека. Возмездие за грех смерти. От самого начала было положено, что Бог сказал, не прикасайся, не ешь от древа познания добра. Это уже заложено в этом все. Не приступай к Божью заповедь. Позже Бог разъяснил, дал 10 заповедей, закон и так далее. Но речь идет о том, что закон уже действовал. Во-первых, люди все умирали после Адама. В Адаме все умирали. Продолжала действовать смерть. После же воскресения Иисуса Христа, принимавший, принявший Иисуса Христа, он уже в себе имеет жизнь вечную. И я там две большие разницы. В Новом Завете Бог предложил право человеку, право человеку на вход, право в вечную жизнь, войти в вечную жизнь. Открыл дверь Царства Небесное, Царства Божие. Открыл дверь, Бог открыл. И всякие, написано, употребляющие усилия восхищают или входят в Царство. И уверовавшие, они вошли уже. Потому что филиппитцам сказано, Он ввел нас в Царство возлюбленного Сына Своего. Если я не ошибаюсь, это филиппитцам записано. То есть Он уже нас ввел. У нас уже это Царство. Мы только ожидаем нашего времени. И я вот хотел бы немножко поговорить о том, что все-таки, как Христос мог родиться, как присвятой Бог, который святой, который не порочен, который нету в Нем никакого греха и не может быть, как Он мог войти в человека и родиться от Него. Помните, когда Иисус задал вопрос фарисеям или саддукеям, как же Давид называет, кто такой Христос? Они говорят ему, сын Давида. А он говорит, а как же Давид называет его Господом? И сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй у меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног моих. Если он называет его Господом, как он, Господь, может его сыном стать? И на этот вопрос они не получили ответа. То есть, они не ответили Иисусу Христу. Вопрос и сложный, и простой. Библия говорит, Иоанн объясняет эти вещи. Иоанн, давайте откроем первую главу Иоанна. Евангелие Иоанна, первая глава. И здесь сказано так, в самом начале. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и через Него, то есть через Слово Божье, все начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И 14 стих, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Казалось бы, очень замысловатые высказывания о Слове Божьем или о Боге. В начале было Слово, и Слово было у Бога. В Нем было Слово, у Бога. И Слово это было Бог. И оно было в начале у Бога. И все через Него, то есть через это Слово, начало быть, начало существовать. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Словом Бог творил все, вначале сотворил Бог небо и землю И вот это слово, которое, которым Бог творил все, видимое и невидимое Бог посылает на землю необъятный Бог, Пресвятой Иисус оставил славу, или Сын Божий, правильно сказать, оставил славу неба и сошел Он смог умолиться, Он смог уменьшиться до такого, что Он семенем вошел от Духа Святого в Марию Это трудно для понимания, люди не понимают этих вещей и вообще, как это объяснить Ангел объясняет Марии, Дух Святой найдет на тебя, она не понимала тоже, когда их ангел объяснял И сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемое Святое наречется Сыном Божиим Это сказал ангел Марии, как это будет, она не знает, но она, видно, это прочувствовала Видно, понимала, что с ней произошло Вот это тайна Божья, воплощение Апостол Павел говорит еще более прямее об этом Мы можем открыть 1 Тимофея 3.16 1 Тимофея 3.16 Тут сказано так Это трудно для понимания, Бог явился во плоти, в той плоти, которую Он сотворил И Он не погнушался войти, не погнушался соединиться с человеком, с человечеством И поэтому Иисус стал Сыном Человеческим, так как и Сыном Божиим Породнился с человечеством Вошел в человеческую плоть И жил, как мы с вами все Это тайна, дорогие друзья Люди смотрели на Иисуса и ничего в Нем не замечали Сын плотника И все Как в Нем такая мудрость Где Он учился, спрашивали, искали Откуда у Него мудрость такая Это Слово всемогущего Бога пришло на землю И родилось от человека И обитало с нами Говорит Ян Полная благодати и истины В Нем была жизнь Семенем жизни оно вошло Родился И это был свет человеков Особенно просвещению язычников Нас с вами, дорогие друзья А как это могло просвещение Он проповедовал свет, истину Он Пилату сказал Я на то пришел, чтобы проповедовать Говорить об истине Свидетельствовать об истине И Пилат спрашивает А что есть истина? Перед ним стояла истина Воплощенная Сын Божий Слово всемогущего Бога Всемогущего Бога Воплощенная стояла И свидетельствовала И говорила И обитала с нами И Пилат понимал Что он праведник Но больше он ничего не видел Дорогие друзья Это великая тайна Это великая милость Божия Что действительно Иисус Мог родиться Пришел на землю Сын Божий И знаете Он исполнил свое предназначение До конца Исполнил свое предназначение Он сказал Совершилось на кресте Перед тем, как умер Совершилось Совершилось Завершилось его служение Заплачена была плата На кресте За наш грех От Адама Он умер Взял смерть Взял грехи наши И умер За наши грехи Он умер Взявши наши грехи Он был наказан на кресте За наш грех с вами Но это не все Он умер Но воскрес И уже сказал Своим ученикам Идите Проповедуйте Сие Евангелие Сей твари И кто будет веровать И креститься Спасен будет А кто не будет веровать Осужден будет Простые слова Но как трудно Они доходят до людей Особенно живущих В наше время Христос Бог Ну это где-то там Мы здесь И вообще Что нам делать Какое нам делать До Него Дорогие друзья Нам большое дело До Него Если бы не Христос Если бы не Его рождение Дорогие друзья Не было бы Ничего для нас Человечество было обречено И оно было бы Уже давно уничтожено Либо само уничтожено Либо Бог его уничтожил Потому что размножающийся грех Но произошла плата Произошло примирение Пришло спасение Симеон сказал Видели очи Спасение Твое Владыка Это тайна Великое благочестие Тайна Дорогие друзья В нашей жизни с вами Давайте Любить Иисуса Не как младенца только А как нашего спасителя Царя Который пришел Который возлюбил Мы вообще Не иудеи Мы не евреи Мы не Израиль Вообще Но мы избраны Богом И через Христа Мы имеем вечную жизнь Давайте Мы помолимся об этом Давайте мы Воздадим славу В это время Когда мы празднуем Его рождение Точно мы не знаем Когда он родился Кто-то говорит Осенью Кто-то говорит Зимой Но мы празднуем Событие То что слово Вселилось В человека Родилось И свидетельствовал Он об истине И он нас спас Он имеет Ключи Ада и смерти И он ожидает Нас Ожидает Что мы изберем В своей жизни Изберем Иисуса Своим Господом Или изберем Кого-то другого Об этом мы помолимся Подумаем об этом Аминь Боже слава Тебе Хвала Тебе Вечная Слава Тебе Что происходило Что произошло Но Господи Боже Ты исполнил Своё предназначение Господь Ты взял Наши грехи Ты свидетельствовал Об истине Ты говорил Людям Как можно Спастись Ты говорил Господь Открыто И прямо Боже Мы благодарны Тебе Что действительно Господь Ты призвал нас Ты избрал нас Ты нас искупил Ты поставил На путь истины Господь Чтобы мы шли И чтобы приносили Плод Господь И в этот Господь день Действительно Когда мы празднуем Господь Твоё рождение Господь Здесь на земле Как человека Но Ты был Сын Божий Мы благодарны Тебе за всё Мы благодарны Что Ты пришёл Отец Небесный Мы благодарны Что Ты послал Сына Своего Единородного Иисуса Христа Господа И Спасителя нашего На эту землю И Он родился Как человек И Он жил Как человек Господи Боже Он Твоей силой Отец Небесный Творил чудеса Здесь на этой земле Он свидетельствовал И говорил Твоё слово Господь Исполнял волю Твою Отец Небесный Боже Дай нам понимать Дай нам Господи Принять эту Действительно Весь В своё сердце Чтобы Господь Иисус Христос Стал нашим Господом И Спасителем Нашей жизни Нашей души Господь И нашей всей жизни Во имя Иисуса Христа Мы молимся Благослови это собрание Тебе слава Тебе хвала И поклонение Вечный Бог Отец Сын И Дух Святой Аминь Иисус Христос